...ориентированию на лыжах. Средняя дистанция принесла российской сборной еще четыре медали, два золота и две бронзы. То, чего больше всего боялись организаторы, все-таки произошло. Ночью выпал снег, а этот значит, что многокилометровую лыжную сетку пришлось укатывать заново. Буранщики вышли в лес в начале седьмого утра и уверяют, что неподготовленных участков на дистанции не осталось. Вернувшись из леса, это подтвердили спортсмены. Татьяна Власова, первая из лидеров, ушла на дистанцию. Велика была вероятность того, что ей придется прокатывать лыжню стартующим следом спортсменкам. Но делать этого Татьяне не пришлось, иначе не видать ей золота, ставшего уже третьим на чемпионате. Трубок ошибок не было. Единственное, может быть, на один контрольный пункт, который за мостом стоял, 12-й, возможно, неоптимальный вариант движения был. А так, в принципе, старалась идти собрано, четко, сконцентрировано. Бронза также оказалась в руках российской спортсменки, причем цена ей одна секунда. Быть может, это малейшая ошибка на последнем контрольном пункте, когда Ольга Шевченко не с той стороны объехала дерево, лишила спортсменку медали, которая в итоге досталась ее подруге по команде и по жизни. У нас очень хорошее отношение, и единственное, она мне сказала, ну ты могла на секунду потише приехать, чтобы мы одно место с ней заняли. Золотые медали Эдуарда Хренникова болельщики-журналисты считали уже до старта. Было 11, стало, как и предполагали, 12. Победить многократному чемпиону мира не помешало даже падение на одном из многочисленных спусков. На всегда очень сложные спуски, крутые повороты. Просто немножко зацепился носком лыжи в этот момент. Снег немножко свежий выпал, выхленький, то есть не видно, где края именно жесткие. Видать, подзацепился и упал очень сильно. Несмотря на все сложности, средняя скорость лидеров достигала 20 километров в час. Местным четвероногим жителям, желающим постигнуть азы ориентирования, за ними было не угнаться. Но за кем встать в паровоз они все же находили. Мария Корбова, Анатолий Ильин, Вести Спорт.